Урок 1. У вас есть паспорт. Привет, Анна. У тебя есть паспорт? Да, у меня есть паспорт. Нужны ли нам другие предметы первой необходимости для путешествий? Нам нужно купить багажные бирки и клейкие ленты для сумок. Неплохая идея. Где их можно купить? Их можно найти в туристическом магазине в центре города. Хорошо, пойдем туда завтра за тегами и группами. Похоже на план. Мы будем хорошо подготовлены к путешествию. Безусловно, важно, чтобы все было готово. Согласен. Давайте убедимся, что у нас есть все необходимые предметы. Конечно, мы не хотим забывать ничего важного. Согласовано. Увидимся завтра, и мы сможем вместе пойти за покупками. Идеально. Увидимся завтра, Джон. Урок 2. Скоро наш экзамен. Анна, скоро наш экзамен. Ты закончил учебу? Почти, Джон. Мне просто нужно еще раз просмотреть свои заметки, чтобы убедиться, что я все описал. Это хорошая стратегия, Анна. Просмотр ваших заметок поможет закрепить информацию в вашей памяти. Да, перед экзаменом важно иметь четкое представление о материале. Согласна, Анна. Еще раз просмотрев ваши заметки, вы обретете дополнительную уверенность в себе. Конечно, Джон. Я хочу быть хорошо подготовленным и быть готовым ответить на любой возникший у меня вопрос. Это разумный подход, Анна. Время, потраченное на проверку, окупится во время экзамена. Надеюсь, что да, Джон. Я приложил много усилий, чтобы изучить и понять эти концепции. Уверена, ваша тяжелая работа окупится, Анна. Просто сосредоточьтесь и верьте в себя. Спасибо за поддержку, Джон. Для меня это очень много значит. У тебя это есть, Анна. Доверьтесь своим способностям и всей подготовке, которую вы провели. Я так и сделаю, Джон. Я не позволю нервам взять верх. Я буду сохранять спокойствие и стараться изо всех сил. В этом дух, Анна. Сохраняйте позитивный настрой и подходите к экзамену с ясным умом. Я так и сделаю, Джон. Спасибо за поддержку. Давайте выложимся на полную и сдадим экзамен вместе. Конечно, Анна. Вот вам и финальный отзыв, и успешная сдача экзамена. Вот что у вас получилось. Урок 3. Я изучаю эффективные коммуникативные навыки. Анна, я изучаю эффективные коммуникативные навыки. Важно активно слушать, задавать проницательные вопросы и проявлять искренний интерес к другим. Я полностью согласен, Джон. Активное слушание позволяет нам по-настоящему понять собеседника и установить с ним контакт. Да, Анна. Уделяя все свое внимание и участвуя в разговоре, мы можем построить более прочные отношения. Задавая содержательные вопросы, мы глубже погружаемся в тему и показываем, что нам действительно интересно то, что говорит собеседник. А проявление искреннего интереса создает позитивную и увлекательную атмосферу в разговорах. Это заставляет другого человека чувствовать, что его ценят, и побуждает его раскрыться и поделиться своими мыслями и опытом. Конечно, Джон. Когда мы активно слушаем, задаем содержательные вопросы и проявляем искренний интерес, мы налаживаем прочные связи с другими людьми. Это навык, который стоит практиковать, Анна. Эффективное общение может улучшить наши личные и профессиональные отношения. Не могу не согласиться, Джон. Давайте продолжим развивать эти навыки и создавать прочные связи в наших взаимодействиях. Похоже на план, Анна. Мы должны активно слушать, задавать содержательные вопросы и проявлять искренний интерес к другим. Урок 4. Маркетинговая кампания в связи с предстоящим запуском нашего продукта. Анна, мы провели мозговой штурм маркетинговых кампаний для предстоящего запуска нашего продукта. Согласовано, что мы можем отправлять информационные бюллетени с ценным контентом. Конечно, Джон. Информационные бюллетени – отличный способ привлечь нашу аудиторию и держать ее в курсе событий. Они позволяют нам делиться соответствующей информацией, рекламными акциями и обновлениями продуктов прямо в их почтовый ящик. Верно, Джон. Информационные бюллетени обеспечивают индивидуальный подход и помогают нам строить отношения с нашими клиентами. Кроме того, мы можем включить эксклюзивные предложения и скидки для поощрения наших постоянных подписчиков. Конечно, Джон. Предоставление специальных предложений в виде информационных бюллетеней может побудить клиентов совершить покупку. Это эффективный способ увеличить продажи и вызвать интерес к нашему новому продукту. Кроме того, мы можем использовать информационные бюллетени для публикации информационных статей или советов, связанных с нашей продуктовой нишей. Отличная идея, Анна. Предоставление ценного контента поможет заинтересовать наших подписчиков и укрепит доверие к нашему бренду. Я считаю, что постоянно предоставляя качественные информационные бюллетени, мы можем зарекомендовать себя как отраслевые эксперты. Точно, Анна. Все дело в том, чтобы позиционировать себя как надежный источник информации и завоевать доверие. Я в восторге от этой маркетинговой стратегии, Джон. От этого выигрывают как наши клиенты, так и наш бизнес. Я чувствую то же самое, Анна. Давайте начнем создавать увлекательные информационные бюллетени, которые увлекут нашу аудиторию. Согласен, Джон. Вперед, успешные маркетинговые компании и эффективные информационные бюллетени, которые способствуют росту нашего бизнеса. Урок 5. Я только что узнала о красивом парке неподалеку. Анна. Я только что узнала о красивом парке неподалеку. Это идеальное место для прогулок на выходных. Звучит замечательно, Джон. Я бы с удовольствием приехал. Как лучше всего туда добраться? Рекомендуется ли водить машину? Да, Анна. Самым удобным способом добраться до парка было бы на машине. Он расположен немного за городом. Понимаю. Парк далеко от того места, где мы живем. Не так уж далеко, Анна. Мы доберемся туда примерно за 30 минут на машине. Это разумно. Вождение автомобиля позволит нам более гибко подходить к выбору времени и перевозить все необходимые предметы снабжения. Точно, Анна. Мы можем взять с собой вещи для пикника или взять с собой другие предметы первой необходимости, не беспокоясь о том, чтобы перевозить их на большие расстояния. Похоже на план, Джон. Давайте заранее проверим маршрут и варианты парковки. Отличная идея, Анна. Всегда полезно быть готовым к путешествию без сюрпризов в последнюю минуту. Согласен, Джон. Я посмотрю маршруты и информацию о парковке, чтобы мы могли без проблем провести время. Отлично. Будет приятно насладиться живописной поездкой и свободно исследовать парк в удобном для вас темпе. Я с нетерпением жду этого, Джон. День в парке кажется идеальным способом расслабиться и насладиться природой. Не могу не согласиться, Анна. Давайте отметим наши календари и воплотим это в жизнь. Анна, наш бизнес стабильно растет, и я думаю, что пришло время рассмотреть возможность выхода на новые рынки. Согласен, Джон. Для нас это отличная возможность привлечь больше клиентов и увеличить продажи. Конечно, Анна. Теперь вопрос в том, на какие регионы нам следует ориентироваться для расширения. Нам следует проанализировать рыночные тенденции и потребительский спрос, чтобы определить потенциальные регионы с возможностями роста. Это разумный подход, Анна. Нам необходимо учитывать такие факторы, как численность населения, экономическая стабильность и культурное соответствие. Конечно, Джон. Важно понимать потребности и предпочтения целевого рынка в каждом регионе. Нам также следует изучить конкуренцию и оценить, есть ли на рынке пробел, который мы можем восполнить. Согласен, Джон. Выявление неиспользованных рынков или областей, в которых мы можем выделиться, даст нам конкурентное преимущество. Нам также следует оценить логистические аспекты, такие как каналы распределения и инфраструктура, для обеспечения бесперебойной работы. Хорошее замечание, Джон. Нам необходимо обеспечить наличие необходимых ресурсов и возможностей для эффективного выхода на эти рынки и их обслуживания. Как только мы соберем всю информацию, мы сможем определить регионы с наибольшим потенциалом для нашего бизнеса. Звучит как надежный план, Джон. Мы должны использовать подход, основанный на данных, для принятия обоснованных решений. Конечно, Анна. Давайте соберем необходимые данные и проведем тщательный анализ, прежде чем доработать нашу стратегию расширения. Я очень рад этим возможностям, Джон. Выход на новые рынки откроет новые возможности для роста и успеха. Я чувствую то же самое, Анна. Вперед, успешная экспансия на новые рынки и достижение новых высот в нашем бизнесе. Урок 7. Я узнала о новом кафе, которое только что открылось в центре города. Анна, я слышала о новом кафе, которое только что открылось в центре города. Люди говорят, что здесь уютно и здесь подают отличный кофе. Похоже, это именно то, что мне нужно. Мне бы не помешало расслабиться в кафе за чашечкой хорошего кофе. Здесь тоже должна быть приятная атмосфера, Анна. Идеально подходит для отдыха и спокойного времяпрепровождения. Звучит замечательно, Джон. Легко ли добраться на общественном транспорте? Да, Анна. Кафе расположено рядом с автобусной остановкой, поэтому туда должно быть удобно добираться. Приятно это слышать. Я предпочитаю по возможности пользоваться общественным транспортом, так как он обычно удобнее и экологичнее. Согласно, Анна. Общественный транспорт может быть удобным и экономичным вариантом, особенно в оживленных городских районах. Кроме того, нам не нужно беспокоиться о поиске парковки или решении проблем с дорожным движением. Точно, Анна. Мы можем просто сесть в автобус и наслаждаться поездкой без каких-либо хлопот. Это облегчение. Это значит, что мы можем полностью расслабиться и сосредоточиться на отдыхе в кафе. Конечно, Анна. Не нужно беспокоиться о транспортной логистике. Мы можем просто насладиться отдыхом в кафе. Я с нетерпением жду этого, Джон. Уютное кафе, отличный кофе и легкая поездка на работу, чего еще можно желать. Похоже, это идеальный план, Анна. Давайте устроим свидание, чтобы посетить кафе и прекрасно провести там время. Я полностью в порядке, Джон. Давайте отметим это в наших календарях и воплотим это в жизнь. Похоже на план, Анна. Предлагаем вам заглянуть в новое кафе, насладиться уютной атмосферой и вкусным кофе. Урок 8. Я только что открыла для себя новый инструмент коммуникации. Анна, я только что открыла для себя новый инструмент коммуникации, который, на мой взгляд, идеально подойдет нашей команде. Прекрасно, Джон. Эффективная коммуникация крайне важна для нашей производительности. Расскажите мне об этом подробнее. Это платформа для совместной работы, которая позволяет нам обмениваться файлами, общаться в режиме реального времени и даже планировать встречи. Звучит великолепно, Джон. Наличие всех этих функций на одной платформе, несомненно, поможет улучшить наше общение и сотрудничество. Конечно, Анна. Мы сможем оптимизировать рабочий процесс и держать всех в курсе событий. Я вижу, как это повысит эффективность и снизит вероятность недопонимания. Точно, Анна. У нас есть специальные каналы для разных проектов, и мы можем легко делиться новостями и идеями. Будет намного проще координировать свои действия с членами команды и сохранять организованность, собрав всю информацию в одном месте. В этом и заключается идея, Анна. Мы сможем проводить продуктивные обсуждения и быстрее принимать обоснованные решения. Мне не терпится попробовать, Джон. Похоже, это инструмент, который действительно может изменить нашу работу. Я чувствую то же самое, Анна. Давайте познакомим команду с этим и посмотрим, как оно улучшит наше общение и сотрудничество. Согласен, Джон. Думаю, это станет ценным дополнением к нашему набору инструментов. Поможем вам улучшить командную работу и повысить эффективность. Конечно, Анна. Мы стремимся улучшить коммуникацию и сотрудничество, которые помогут нам достичь наших целей. Урок 9. Вы когда-нибудь посещали интересные исторические места? Анна, вы когда-нибудь посещали интересные исторические места? Да, Джон. Во время моей последней поездки я посетил несколько очаровательных руин Греции. История этого места невероятна. Звучит потрясающе, Анна. Греция известна своей богатой историей и древними цивилизациями. Какие руины вы видели? У меня была возможность исследовать Акрополь в Афинах и древний город Дельфы. И то, и другое внушало трепет. Ух ты, Анна. Акрополь и Дельфы – известное место, имеющее большое историческое и культурное значение. Конечно, Джон. Стоять среди древних руин и представлять себе жизнь людей вековой давности было сюрреалистическим опытом. Могу себе представить, Анна. Наверное, было интересно наблюдать за остатками таких древних цивилизаций. Так оно и было, Джон. Я многое узнал о греческой мифологии, архитектуре и достижениях этих древних обществ. Путешествие по историческим местам позволяет нам глубже понять наше общее человеческое наследие. Не могу не согласиться, Джон. Это возможность прикоснуться к прошлому и оценить достижения наших предков. Анна, вы посещали другие исторические места, кроме Греции. Да, у меня также была возможность исследовать Колизей в Риме и древний город Петра в Иордании. Они произвели не меньшее впечатление. Невероятно, Анна. Ваши путешествия привели вас в некоторые из самых замечательных исторических мест в мире. Мне повезло, что мне довелось пережить такой опыт, Джон. Они расширили мои знания и вселили в меня благоговение перед историей человечества. Я понимаю, почему, Анна. Путешествие в такие места – это не только познавательное занятие, но и источник вдохновения. Конечно, Джон. Это подогревает мое любопытство и желание исследовать больше исторических сокровищ мира. Что ж, надеюсь, у нас обоих будет возможность посетить больше исторических мест и продолжить исследование чудес света. Я разделяю это мнение, Джон. Вперед, отправляйтесь в будущие путешествия и открывайте для себя новые интересные исторические места. Действительно, Анна. Мы стремимся расширить наш кругозор и познакомиться с чудесами мировой истории. Урок 10. Была ли у вас возможность осмотреть известные достопримечательности? Анна, когда вы были в Лондоне, у вас была возможность осмотреть какие-нибудь известные достопримечательности? Да, Джон. Я прекрасно провел время, исследуя знаковые достопримечательности города. Отлично, Анна. Какие достопримечательности запомнились тебе больше всего? Одно из мест, которое я определенно рекомендую посетить, это Лондонский Тауэр. Он имеет богатую историю и здесь есть на что посмотреть. Я слышала о лондонском Тауэре. Он известен своим историческим значением, и в нем хранятся драгоценности короны, верно? Конечно, Джон. Вы можете отправиться на экскурсию и узнать о роли башни на протяжении всей истории, включая ее использование в качестве королевского дворца и тюрьмы. Звучит увлекательно, Анна. Я обязательно добавлю Лондонский Тауэр в свой список мест, которые обязательно нужно посетить, когда буду в Лондоне. Это определенно того стоит, Джон. Вы даже можете увидеть знаменитых воронов, которые, как считается, защищают башню. Это уникальное зрелище. Я обязательно присмотрю за этими воронами, Анна. Звучит как захватывающий опыт. Еще одна достопримечательность, которую вы не должны пропустить – Британский музей. Здесь представлена обширная коллекция произведений искусства и артефактов со всего мира. Звучит интригующе, Анна. Мне всегда интересно узнать о разных культурах и их исторических артефактах. Тебе понравится, Джон. Британский музей позволяет заглянуть в цивилизации с древних времен до наших дней. Я обязательно найду время посетить Британский музей и погрузиться в его богатую коллекцию. Спасибо за рекомендацию, Анна. Добро пожаловать, Джон. Уверен, вы прекрасно проведете время, исследуя эти достопримечательности Лондона. Здесь так много интересного и интересного. С нетерпением жду этого, Анна. В Лондоне так много знаковых достопримечательностей, что мне не терпится увидеть их воочию. Я очень рада за тебя, Джон. Проведите время в Лондоне и получите максимум удовольствия от посещения этих невероятных достопримечательностей. Спасибо, Анна. Посещая Лондонский Тауэр и Британский музей, я обязательно погружусь в историю и культуру. Урок 11. Изучали ли вы в последнее время разные варианты? Анна, вы в последнее время рассматривали разные варианты? Да, Джон. Я изучал различные возможности и рассматривал разные пути. Звучит интересно, Анна. Какие варианты вы рассматривали? Ну, один из вариантов – продолжить образование и получить степень магистра в интересующей меня области. Отличный выбор, Анна. Непрерывное образование может открыть новые двери и расширить ваши знания и навыки. Я тоже так думаю, Джон. Другой вариант, который я рассматривал, – это открытие собственного бизнеса. Это очень интересно, Анна. Быть предпринимателем может дать вам независимость и возможность заниматься своими увлечениями. Именно так, Джон. Меня это всегда интересовало, и сейчас мне кажется, что настало время исследовать этот проспект. Рассматривали ли вы какие-либо конкретные бизнес-идеи, Анна? Да, я провел мозговой штурм нескольких идей, связанных с устойчивым образом жизни и экологически чистыми продуктами. Это просто фантастика, Анна. Важно учитывать влияние, которое мы оказываем на окружающую среду, и найти способы изменить ситуацию к лучшему. Не могу не согласиться, Джон. Сочетание моей страсти к устойчивому развитию с предпринимательством кажется мне правильным путем. Я впечатлена, Анна. У вас есть несколько интересных вариантов как с точки зрения образования, так и с точки зрения открытия собственного бизнеса. Спасибо, Джон. Я не сомневаюсь, что какой бы путь вы не выбрали, вы добьетесь успеха и добьетесь успеха, Анна. Удачи вам в процессе принятия решений. Я ценю твою поддержку, Джон. Это очень много значит. Я тщательно взвешу все возможные варианты и сделаю правильный выбор, следуя своему сердцу. Это лучший подход, Анна. Доверьтесь своим инстинктам и идите по пути, который соответствует вашим ценностям и устремлениям. Урок 12. Планируете ли вы в ближайшее время посмотреть фильмы? Анна, планируешь ли ты в ближайшее время посмотреть какие-нибудь фильмы? Да, Джон. Я в настроении провести вечер в кино. Просто я еще не решил, что посмотреть. Как насчет комедии? Смех – это всегда хороший выбор для поднятия настроения. Звучит как отличная идея, Джон. Мне не помешало бы хорошенько посмеяться. Какие-нибудь рекомендации? Вы смотрели «Похмелье». Это веселая комедия, которая гарантированно рассмешит вас. Нет, я его не видела. Звучит как забавный фильм. Я обязательно попробую. Еще одна комедия, которая приходит на ум, подружки-невесты. Это комедия с великолепным ансамблем и множеством забавных моментов. Я слышала много хорошего о подружках-невесты. Она уже давно в моем списке просмотра. Возможно, пришло время, наконец, его посмотреть. Думаю, тебе понравится, Анна. В ней сочетаются юмор и проникновенные моменты, что делает эту комедию разносторонней. Спасибо за рекомендации, Джон. Обязательно посмотрю как «Похмелье», так и подружки-невесты. Добро пожаловать, Анна. Надеюсь, вы проведете фантастический вечер кино, полный смеха и удовольствия. С нетерпением жду этого, Джон. Вечера кино – это всегда отличный способ расслабиться и повеселиться. Конечно, Анна. Приятного просмотра фильмов, и пусть комедии принесут в ваш вечер много смеха и радости. Урок 13. Всегда ли вы носите с собой копию рецепта? Анна, когда вы путешествуете, всегда ли вы носите с собой копию рецепта? Да, Джон. Во время путешествия желательно иметь при себе копию рецепта, особенно на все необходимые лекарства. Это хорошая практика, Анна. Это помогает обеспечить наличие необходимой документации на случай, если вам понадобится пополнить запасы или заменить лекарства. Именно так, Джон. Важно быть готовым и иметь доступ к информации, особенно при поездке в другое место. Я также слышала, что копия рецепта может быть полезна в случае возникновения неотложной медицинской помощи во время поездки. Да, Джон, это правда. Если мне понадобится медицинская помощь, находясь за границей, копия моего рецепта может стать важной информацией для медицинских работников. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, Анна. Имея при себе копию рецепта, вы сможете сэкономить время и избежать возможных осложнений. Не могу не согласиться, Джон. Это простая мера предосторожности, которая может иметь большое значение, особенно когда речь идет о лечении моего здоровья. Помимо копии рецепта, обязательно ли вы возьмете с собой какие-либо другие предметы первой необходимости для путешествий? Конечно, Джон. У меня всегда при себе небольшая аптечка первой помощи, все необходимые медицинские документы и список контактов для оказания неотложной помощи. Это предметы первой необходимости, Анна. Готовность и доступность важной информации обеспечат вам душевное спокойствие во время путешествий. Конечно, Джон. Все дело в том, чтобы проявлять инициативу и принимать меры для обеспечения безопасного и беспрепятственного путешествия. Похоже, вы уже хорошо готовитесь к путешествию, Анна. Надеюсь, в будущем у вас будет много приятных и беззаботных поездок. Спасибо, Джон. Я ценю ваше доброе слово. За безопасное путешествие и заботу о своем здоровье, куда бы мы ни отправились. Приветствую вас, Анна. Пусть каждое путешествие будет наполнено прекрасными впечатлениями и крепким здоровьем. Урок 14. Я считаю, что наша авиакомпания движется по этому пути. Анна, я думаю, наша авиакомпания движется по этому пути. Следуй за мной. Хорошо, Джон. Я последую за тобой. Спасибо, что руководите. Без проблем, Анна. Я хочу убедиться, что мы не заблудимся и успеем на рейс вовремя. Я ценю твою помощь, Джон. Навигация по аэропортам иногда может сбивать с толку. Возможно, но, немного указав направление, мы найдем свой путь. Просто следите за знаками. Справится, Джон. Я буду держаться рядом и следить за любыми знаками, указывающими на нашу авиакомпанию. Послушайте, Анна. Впереди я вижу вывеску, обозначающую нашу авиакомпанию. Мы на верном пути. Отличная работа, Джон. Я рад, что мы движемся в правильном направлении. Давай продолжим двигаться, Анна. Мы не хотим терять время зря. Согласен, Джон. Время играет решающую роль, когда дело доходит до вылета. Почти готово, Анна. Чуть дальше, и мы окажемся у ворот. Я чувствую облегчение, Джон. Спасибо, что провели нас по аэропорту. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что смогла помочь. Мы добрались до ворот в свободное время. Благодаря твоему руководству, Джон. Без тебя я бы не смог этого сделать. Мне было очень приятно, Анна. Мы отличная команда. Теперь давайте устроимся и подготовимся к полету. Похоже на план, Джон. Вперед к нашему следующему приключению. Урок 15. Как часто вы меняете режим тренировок? Анна, как часто вы меняете режим тренировок? Мне нравится менять вещи каждые несколько месяцев, чтобы постоянно бросать себе вызов, Джон. Это разумный подход, Анна. Это помогает предотвратить образование плато и удерживает организм в тонусе. Именно так, Джон. Я считаю, что выполнение новых упражнений и упражнений помогает мне мотивироваться и радоваться тренировкам. Какими способами вы хотите изменить свой распорядок дня, Анна? Мне нравится включать в свой еженедельный распорядок различные виды упражнений, такие как силовые тренировки, кардиотренировки и йога. Важнейшее значение имеет разнообразие, Анна. Смешивание различных видов упражнений помогает воздействовать на разные группы мышц и делает занятия интересными. Не могу не согласиться, Джон. Это также помогает предотвратить скуку и мотивирует меня продолжать тренироваться. Вы когда-нибудь пробовали новые занятия фитнесом или занятия, чтобы изменить ситуацию? Да, мне нравится посещать новые занятия фитнесом или занятия фитнесом, такие как уроки танцев или занятия спортом на открытом воздухе, чтобы добавить немного удовольствия в свой распорядок дня. Это просто фантастика, Анна. Новые занятия или занятия спортом не только бросают вызов вашему телу, но и придают вашему фитнес-путешествию ощущение приключений. Это определенно так, Джон. Это все равно, что открыть для себя совершенно новый способ оставаться активным и в то же время веселиться. Меня вдохновляет твой подход, Анна. Думаю, мне пора изменить свой режим тренировки. И попробовать что-то новое. Приятно это слышать, Джон. Уверен, вам понравятся перемены и вы воспользуетесь преимуществами, бросая себе новые вызовы. Спасибо за мотивацию, Анна. Я начну изучать новые упражнения и упражнения, чтобы придать своим тренировкам новую изюминку. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла вдохновить тебя. Мы готовы принять изменения и сделать наши занятия фитнесом увлекательными. Приветствую вас, Анна. Давайте продолжим работать над собой и искать новые способы оставаться активными и здоровыми. Урок 16. Мы обсудили несколько отличных стратегий. Анна, мы обсудили несколько отличных стратегий. Договорились, давайте вместе воплотим их в жизнь и достигнем наших целей. Конечно, Джон. Сотрудничество и командная работа помогут нам воплотить эти стратегии в жизнь. Одна из стратегий, о которой мы говорили, заключалась в постановке конкретных и измеримых целей. Мы можем начать с определения того, чего мы хотим достичь. Это хорошая отправная точка, Джон. Четкие цели зададут нам направление и то, к чему нужно стремиться. Мы также отметили важность создания графика. Давайте установим сроки выполнения каждого этапа, чтобы не сбиться с пути. Согласен, Джон. Наличие графика поможет нам сосредоточиться на достигнутом прогрессе и нести ответственность за достигнутый прогресс. Другая стратегия – разбить наши цели на более мелкие, управляемые задачи. Это сделает процесс менее трудоемким. Это разумный подход, Джон. Разделяя наши цели на более мелкие этапы, мы можем решать их по очереди и наращивать темпы. Коммуникация также играет ключевую роль. Давайте установим регулярные проверки, чтобы обсудить наш прогресс и внести необходимые коррективы. Отличное замечание, Джон. Регулярное общение позволит нам прийти к единому мнению и поддерживать друг друга на этом пути. Наконец, давайте отметим наши достижения. Признание нашего прогресса укрепит нашу мотивацию и будет способствовать дальнейшему успеху. Не могу не согласиться, Джон. Празднование важных событий, какими бы маленькими они ни были, поднимет наш моральный дух и сохранит мотивацию. Приятно знать, что мы придерживаемся этих стратегий, Анна. Давайте воплотим наш план в жизнь и добьемся прогресса в достижении поставленных целей. Конечно, Джон. Вместе мы сможем добиться великих результатов. Давайте поддерживать и мотивировать друг друга на каждом шагу. Я очень рада отправиться в это путешествие вместе с тобой, Анна. За реализацию этих стратегий и достижение успеха, к которому мы стремимся. Урок 17. Я предпочитаю место в более тихих местах. Анна, если для вас важны тишина и спокойствие, предпочитаете ли вы место в более тихом месте при бронировании авиабилетов? Да, Джон. Я предпочитаю место в более тихих местах, особенно для дальних перелетов. Отличная идея, Анна. Спокойная обстановка может сделать путешествие более комфортным и расслабляющим. Конечно, Джон. Когда вокруг меньше шума и отвлекающих факторов, легче отдыхать, читать или работать. Есть ли у вас какие-либо советы по выбору мест в более тихой секции? Один из советов – выбирайте место вдали от мест с интенсивным движением, таких как камбуз или туалеты. В них, как правило, шумнее. Это полезный совет, Анна. Я учту это при бронировании следующего рейса. Другой вариант – выбрать сидение в передней части салона. Там обычно тише, чем сзади. Понимаю. Таким образом, приближение к передней части поможет свести к минимуму шум от двигателей и других пассажиров. Именно так, Джон. Это может повлиять на общий уровень шума и создать более спокойную обстановку. Спасибо, что поделилась этими мыслями, Анна. В следующий раз я обязательно учту эти факторы при выборе места. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Тишина и покой могут сделать путешествие более приятным. Не могу не согласиться, Анна. Безмятежная атмосфера может способствовать более приятному и расслабляющему путешествию. Верно, Джон. Мы постараемся найти эти тихие места и отправиться в спокойное путешествие, куда бы мы ни отправились. Приветствую вас, Анна. Пусть наши будущие полеты будут наполнены спокойствием и чувством спокойствия. Урок 18. Думаю, нам нужно прибыть в аэропорт пораньше. Привет, Анна. Думаю, нам следует приехать в аэропорт пораньше, чтобы успеть на досмотр. Это хорошее замечание, Джон. Во сколько вы предлагаете нам уехать? Думаю, нам следует вылететь как минимум за два часа до вылета. Звучит разумно. Мы не хотим спешить. Именно так. На всякий случай лучше выделить дополнительное время. Согласовано. Я позабочусь о том, чтобы упаковать все заранее. Это умная идея. Подготовка избавит нас от стресса. Определенно. Я установлю будильник, чтобы рано встать в день нашего полета. Отлично. Мы хотим начать наше путешествие на спокойной ноте. Абсолютно. Я буду готов вовремя, не беспокойтесь. Идеально. Давайте позаботимся о том, чтобы путешествие прошло гладко. Конечно, Джон. С нетерпением жду нашей поездки. Я тоже, Анна. Это будет отличное приключение. Урок 19. Вы купили все необходимые в продуктовом магазине. Анна. Вы купили все необходимые в продуктовом магазине. Да, Джон. Я купил фрукты, овощи, молоко и некоторые другие предметы первой необходимости. Отлично, Анна. Очень важно, чтобы в нашей кладовой была здоровая и питательная еда. Конечно, Джон. Свежие фрукты и овощи необходимы для сбалансированного питания. Вы купили разнообразные фрукты? Да, я купила смесь яблок, бананов и апельсинов. Они отлично подходят для перекусов и добавления в смузи. Отличный выбор, Анна. Эти фрукты богаты витаминами и дают освежающий заряд энергии. Я также купила различные овощи, такие как брокколи, морковь и шпинат. Они идеально подойдут к блюдам и салатам. Отлично, Анна. Включение разнообразных овощей гарантирует, что мы получим ряд питательных веществ для нашего общего состояния здоровья. И я также позаботилась о том, чтобы взять с собой упаковку свежего молока. Это основной продукт нашего утреннего кофе и хлопьев. Хорошая мысль, Анна. Молоко – универсальный ингредиент и хороший источник кальция для укрепления костей. Наряду с этими предметами я также купила некоторые другие кухонные принадлежности, такие как хлеб и яйца. Отличные дополнения, Анна. Хлеб и яйца универсальны и могут использоваться во многих рецептах. Я рада, что вы довольны продуктами, Джон. Теперь у нас все готовы к этой неделе. Спасибо, что позаботились о покупках, Анна. Я благодарю вас за то, что вы стараетесь поддерживать нашу кухню в хорошем состоянии. Добро пожаловать, Джон. Я с удовольствием вношу свой вклад. Давайте насладимся свежими и питательными блюдами, которые мы можем приготовить из этих продуктов. Конечно, Анна. Впереди здоровое питание и вкусные блюда. Урок 20. Вы получили открытку, которую я вам отправил. Анна, вы получили открытку, которую я вам отправил. Да, Джон. Я получил его, и он мне очень понравился. Спасибо за продуманный сюрприз. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что вам понравилось. Всегда приятно получать по почте небольшой сюрприз. Конечно, Джон. Это гораздо более личное и особенное, чем текстовое сообщение или электронное письмо. Согласна, Анна. Вот почему мне нравится отправлять открытки. Это пробуждает чувство ностальгии и добавляет индивидуальности. Я полностью понимаю, Джон. Это прекрасный способ общаться с другими людьми и сообщать им, что вы о них думаете. Кстати говоря, вы недавно отправляли какие-нибудь открытки. Да, я так и сделала. Я отправила открытки своей семье и друзьям из отпуска. Мне не терпится удивить их небольшим кусочком моего путешествия. Это просто фантастика, Анна. Уверена, они оценят этот жест и возможность взглянуть на ваши впечатления от путешествия. Надеюсь, что да, Джон. Это небольшой способ поделиться своими приключениями и сделать так, чтобы они почувствовали себя частью моей жизни. Думаю, это прекрасная идея, Анна. Именно эти маленькие жесты могут украсить чей-то день и заставить его почувствовать себя особенным. Конечно, Джон. Все дело в том, чтобы подарить немного радости и наладить связи даже на расстоянии. Отлично сказано, Анна. Продолжайте традицию рассылать открытки. Это прекрасный способ оставаться на связи и вызывать улыбки на лицах людей. Спасибо, Джон. Я обязательно так и сделаю. Давайте продолжим искать способы воодушевить друг друга и наладить прочные связи. Не могу не согласиться, Анна. Впереди еще больше сюрпризов, продуманных жестов и укрепления наших отношений с помощью простых добрых поступков. Урок 21. Давайте составим список того, что нам нужно купить для рецепта. Анна, давайте составим список того, что нам нужно купить для рецепта. Хорошо, Джон. Нам обязательно понадобятся помидоры, лук и чеснок. Отлично. Я добавлю их в список. Что-нибудь еще нам следует включить. Нам также понадобятся свежие травы, такие как базилик и петрушка. Отличная идея, Анна. Свежая зелень придаст блюду много аромата. Не стоит забывать и об основном ингредиенте. Нам понадобятся курица или тофу. Верно, Анна. Курица или тофу, в зависимости от наших диетических предпочтений. И нельзя забывать о специях. Нам понадобятся соль, перец и паприка. Отличный звонок, Анна. Специи, необходимые для придания ароматам глубины и сложности. Наконец, нам понадобится оливковое масло и овощной бульон. Идеально. Оливковое масло для приготовления пищи и овощной бульон для улучшения соуса. Думаю, здесь есть все, что нам нужно, Джон. Наш список полон. Отлично. С этим списком мы будем хорошо подготовлены к приготовлению вкусного блюда. Конечно, Джон. Давайте отправимся в продуктовый магазин и соберем все ингредиенты. С нетерпением жду этого, Анна. Готовить вместе и наслаждаться домашней едой всегда приятно. Урок 22. Я слышал, что вы недавно путешествовали. Привет, Анна. Я слышала, что в последнее время ты путешествуешь. Как прошла твоя поездка? Привет, Джон. Да, я только что вернулся из поездки. Это было потрясающе. Приятно это слышать, Анна. Куда ты пошел? Я поехал в Италию. Я посетил Рим, Флоренцию и Венецию. Ух ты, это невероятные города. Какая твоя любимая часть? Сложно выбрать что-то одно, но мне очень понравилось исследовать древние руины Рима. Звучит увлекательно, Анна. Рим известен своей богатой историей и архитектурными чудесами. Да, это было похоже на шаг назад во времени. Колизей и Римский форум были просто невероятными. Могу себе представить. Вы там пробовали вкусные блюда итальянской кухни? А определенно. Паста и пицца были просто невероятными. А мороженое было просто необычным. Я так завидую, Анна. Итальянская кухня славится своими вкусами и кулинарными традициями. Это определенно оправдало репутацию, Джон. Каждый прием пищи доставлял удовольствие. Рада это слышать, Анна. Путешествия и знакомства с разными культурами могут быть очень интересными. Конечно, Джон. Это расширяет кругозор и создает неизгладимые воспоминания. Я рада за тебя, Анна. Похоже, вы совершили невероятное путешествие. Спасибо, Джон. Это было действительно незабываемо. Мне не терпится спланировать свое следующее приключение. Я очень рада за тебя, Анна. Путешествия открывают мир возможностей и новых впечатлений. Конечно, это так, Джон. Впереди еще больше приключений, близких и дальних. Приветствую вас, Анна. Пусть ваши будущие путешествия будут наполнены радостью, открытиями и удивительными воспоминаниями. Урок 23. Я хотел поговорить с вами о нашем предстоящем проекте. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о нашем предстоящем проекте. Вы играете в команде? Да, Джон, я играю в команде. Я верю в совместную работу и поддержку друг друга. Приятно это слышать, Анна. Сотрудничество – ключ к успеху в команде. Конечно, Джон. Когда каждый вкладывает свои сильные стороны, мы можем достичь большего. Согласна, Анна. Командная работа позволяет нам объединить наши навыки и идеи для достижения лучших результатов. Говоря о навыках, я хотел спросить, легко ли вы адаптируетесь к новым задачам? Да, Анна, я умею приспосабливаться. Я готова учиться новому и брать на себя различные обязанности. Это просто фантастика, Джон. Гибкость и готовность браться за новые задачи – очень ценные в динамичной рабочей среде. Спасибо, Анна. Я считаю, что способность адаптироваться помогает нам расти как в личном, так и в профессиональном плане. Это определенно так, Джон. Принятие новых задач может привести к новым возможностям и личному развитию. Я рада, что мы разделяем схожие ценности, Анна. Я уверена, что благодаря нашей командной работе и способности адаптироваться к новым условиям мы сможем добиться больших результатов. Конечно, Джон. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия и достичь поставленных целей. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами, Анна, и добиться успешного результата для нашего проекта. Точно так же, Джон. Давайте возьмем на себя нашу командную работу и умение адаптироваться к новым условиям, чтобы сделать этот процесс продуктивным и полезным. Урок 24. Я слышал, что вы планируете большое мероприятие. Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь большое мероприятие. Тебе нужна еще помощь. Привет, Джон. Ты так любезно предлагаешь. Мне бы не помешала помощь с декорациями. Я буду рада помочь, Анна. Какие украшения ты ищешь? Я предпочитаю деревенскую тематику, поэтому такие вещи, как мешковина, каменные кувшины и сказочные огни подойдут идеально. Звучит прекрасно, Анна. Я могу помочь собрать эти предметы и установить их в день мероприятия. Спасибо, Джон. Ваша помощь будет иметь большое значение для создания правильной атмосферы. Мне очень приятно, Анна. Мне нравится участвовать в процессе планирования и делать мероприятия незабываемыми. Я ценю твой энтузиазм, Джон. Приятно иметь кого-то, кому нравятся детали. Рада помочь, Анна. Дайте мне знать, могу ли я еще чем-нибудь помочь. Справится, Джон. Твоя помощь в украшениях уже очень помогает. Спасибо. Добро пожаловать, Анна. Я очень рада принять участие в планировании и сделать мероприятие успешным. Урок 25. Я слышала, что вы боитесь разочаровать своего босса. Привет, Анна. Я слышала, что ты боишься разочаровать своего босса. Что происходит? Привет, Джон. Да, я немного нервничаю. Я хочу хорошо поработать, но боюсь, что могу ошибиться. Понимаю, Анна. Такое чувство естественно, особенно, когда ты новичок в этой роли. Именно так, Джон. Я не хочу подводить своего босса или совершать серьезные ошибки. Уверена, ваш босс понимает, Анна. Чтобы приспособиться к новой позиции и освоить основы, нужно время. Надеюсь, что да, Джон. Я просто хочу проявить себя и показать, что я на это способен. Я верю в тебя, Анна. Помните, что ваш босс взял вас на работу, потому что увидел в вас потенциал. Спасибо за поддержку, Джон. Для меня это очень много значит. Добро пожаловать, Анна. Просто делайте шаг за шагом и не будьте слишком строги к себе. Я постараюсь изо всех сил, Джон. Я ценю твою поддержку и понимание. Без проблем, Анна. Мы все проходим через кривую обучения, когда начинаем что-то новое. Вы освоитесь в кратчайшие сроки. Надеюсь, что да, Джон. Я сделаю все возможное, чтобы учиться и развиваться в своей роли. В этом дух, Анна. Сохраняйте позитивный настрой, продолжайте учиться и помните, что на этом пути все совершают ошибки. У вас все отлично получится. Урок 26. В последнее время погода непредсказуема. Привет, Анна. В последнее время погода непредсказуема. Не забудьте также проверить прогноз по утрам. Спасибо за напоминание, Джон. Я обязательно проверю погоду, прежде чем отправиться в путь. Всегда полезно быть готовым, особенно если у вас есть планы на открытом воздухе. Это мудрое решение, Анна. Проверка прогноза также поможет вам правильно одеться. Конечно, Джон. Я хочу убедиться, что я одета по погоде, чтобы мне было комфортно. Важно согреваться в холодные дни и защищать себя от солнца в жаркие дни. Я полностью согласен, Джон. Погода может сильно повлиять на нашу повседневную деятельность. Проверив прогноз, вы лучше поймете, чего ожидать, и сможете соответствующим образом планировать. Верно, Джон. Всегда лучше подготовиться, чем застать врасплох. Точно, Анна. Это простой шаг, который может существенно изменить ваш день. Спасибо за напоминание, Джон. Я возьму за привычку проверять прогноз каждое утро. Отличная идея, Анна. Это поможет вам начать свой день правильно. Урок 27. У меня есть несколько рекомендаций по местам, которые обязательно нужно посетить. Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь поездку в Прагу. У меня есть несколько рекомендаций по местам, которые обязательно нужно посетить. Привет, Джон. Это здорово. Мне не терпится исследовать Прагу. Каковы ваши рекомендации? Обязательно посетите Пражский град. Это потрясающий архитектурный шедевр с захватывающими двух видами. Звучит потрясающе, Джон. Я обязательно добавлю Пражский град в свой маршрут. Вам также следует прогуляться по знаменитому Карлову мосту. Это символ города, откуда открывается великолепный вид на реку Волтаву. Это обязательно нужно сделать, Джон. Мне не терпится прогуляться по Карлову мосту и полюбоваться пейзажем. И не забудьте посетить Старомесскую площадь. Это сердце Праги с его историческими зданиями и знаменитыми астрономическими часами. Старомесская площадь определённа в моём списке, Джон. Мне не терпится увидеть астрономические часы вживую. Наконец, я рекомендую прогуляться по очаровательным улочкам Маластраны. Это живописный район с архитектурой в стиле барокко и уютными кафе. Маластрана звучит восхитительно, Джон. Я обязательно поброжу по её улицам и проникнусь атмосферой. Я рада, что вам понравились рекомендации, Анна. Прага — прекрасный город, в котором так много интересного. Спасибо, что поделились, Джон. Мне не терпится воочию увидеть все эти чудесные места. Уверена, вы прекрасно проведёте время в Праге, Анна. Приятного путешествия и незабываемых впечатлений. Урок 28. Нам нужно обсудить, как эффективно охватить целевую аудиторию. Привет, Анна. Думаю, нам нужно обсудить, как эффективно охватить целевую аудиторию. Есть мысли. Привет, Джон. Ты прав. Очень важно определить наиболее эффективные каналы связи с нашей целевой аудиторией. Конечно, Анна. Мы хотим, чтобы наше сообщение дошло до них максимально эффективным способом. Одной из идей может быть использование платформ социальных сетей. Многие люди активны на таких платформах, как Facebook и Instagram. Это хорошее замечание, Анна. Социальные сети помогают нам взаимодействовать с аудиторией и создавать конструктивные взаимодействия. Нам также следует рассмотреть электронный маркетинг. Отправка целевых электронных писем может быть прямым и персонализированным подходом. Согласно, Анна. Электронные письма могут предоставить ценную информацию и помочь нам наладить более тесные отношения с аудиторией. Другим вариантом может быть проведение вебинаров или онлайн-мероприятий. Это позволяет нам общаться с более широкой аудиторией и предоставлять ценную информацию. Вебинары — отличная идея, Анна. Они дают нам возможность продемонстрировать свой опыт и пообщаться с потенциальными клиентами. Кроме того, мы не должны упускать из виду традиционные методы, такие как печатная реклама или прямая почтовая рассылка в зависимости от целевой аудитории. Это правда, Анна. Традиционные методы все еще могут быть эффективны для определенной аудитории, предпочитающей оффлайн-каналы. В целом, для эффективного охвата целевой аудитории важно сочетать цифровые и традиционные каналы. Не могу не согласиться, Анна. Диверсифицировав наш подход, мы сможем максимально увеличить наши шансы на общение с аудиторией и достижение поставленных целей. Урок 29. Мы собрали много данных для нашего проекта. Привет, Анна. Мы собрали много данных для нашего проекта. Каков наш следующий шаг? Привет, Джон. Теперь, когда у нас есть данные, думаю, пришло время проанализировать и обобщить наши выводы. Отличная идея, Анна. Нам нужно собрать всю информацию в четкий и лаконичный отчет. Именно так, Джон. Хорошо организованный отчет поможет нам эффективно донести наши выводы. Я могу помочь тебе в этом, Анна. У меня есть опыт структурированного сбора и представления данных. Это было бы замечательно, Джон. Ваш опыт, несомненно, будет полезен при создании исчерпывающего отчета. Нам следует начать с систематизации данных и выявления ключевых тенденций и закономерностей. Согласен, Джон. Определив основные выводы, мы можем выделить наиболее важную информацию в отчете. Нам также следует включить визуальные представления данных, такие как диаграммы и графики, чтобы другим было легче их понять. Визуальные эффекты, несомненно, улучшат читаемость отчета, Джон. Важно представлять данные в визуально привлекательной форме. После того, как все разделы будут готовы, мы можем просмотреть и пересмотреть отчет, чтобы обеспечить его ясность и точность. Это очень важный шаг, Джон. Мы хотим, чтобы отчет был безошибочным и эффективно передавал информацию. После окончательной проверки мы можем поделиться отчетом с командой или заинтересованными сторонами, чтобы предоставить им исчерпывающий обзор. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Джон. Давайте начнем собирать результаты и создавать эффективный отчет. Конечно, Анна. Я уверена, что благодаря нашим совместным усилиям мы подготовим хорошо структурированный и информативный отчет. Урок 30. Как вы думаете, мы справимся без походных ботинок? Привет, Анна. Как думаешь, мы сможем обойтись без походных ботинок в нашем путешествии? Хм, я не уверена. Это зависит от запланированных нами мероприятий. Думаю, мы отправимся в небольшой поход и прогуляемся пешком. В этом случае мы могли бы обойтись прочными кроссовками. Это правда. Они должны обеспечивать достаточную поддержку для умеренных пеших прогулок. Хорошо, в поездку я обязательно надену кроссовки. Звучит неплохо. Всегда лучше быть готовым. Определенно. Мы не хотим испытывать дискомфорт во время прогулок. Согласовано. Удобная обувь важна для приятных впечатлений. Я еще раз проверю маршрут, чтобы узнать, нужно ли нам какое-нибудь конкретное снаряжение. Отличная идея. Давайте позаботимся о том, чтобы подготовиться к приключениям. Абсолютно. Я очень рад нашей поездке, Джон. Я тоже, Анна. Это будет незабываемое путешествие.